И святую, и чистую, и плодоставленную, Слава Бога, и честнах, оборвается, и снател моим, Со всеми святыми поминувши, сады свею, Глуба, и животных, и ступок, и родим, Это Господи! Господи, это важно нам возможности и нарушено молиться вместе, Обещав, что исполнить прошивые даже двух или трех собранных родителей, И исполнить прошивые работают в озере, Отдавая нам тогда веки познания Твоей истины в ведущем дарах вечной жизни. Яков благ и человека любит Бог, И си и тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Слава и хвала Привечному! Здравствуйте, братья и сестры! Здравствуйте, друзья! Вы знаете, очень многие люди, которые говорят о слове, ставшее плотью, Дальше разговоров их жизни не движется. То есть, слово не становится плотью в нас с вами, братья и сестры. В Писании говорится, освети их истину Твоей, слово Твое есть истина. И вы знаете, вместо того, чтобы обращаться к Слову Божию, как к Христу, Который, занимая место в нашем сердце, Впоследствии занимает всю нашу суть, Изменяет все наше человеческое естество, Преображает и происходит процесс обожжения, О котором говорили православные и другие мистики. Те, которые в реальности двигались к Богу, А не просто на словах или позиционируя, Или просто вот эти лозунги и тезисы, Которыми... Оно тоже, получается, нас загоняет в рамки определенных шаблонов. Понимаете, что священные писания, Которые становятся буквой, Которые убивают, А вместо того, чтобы быть служителями Духа, Мы становимся служителями буквы, И вместо того, чтобы истинного Царя Мира, Истинное Слово Божие, Которое стало бы плотью в нас с вами, Мы, значит, занимаемся просто-напросто тезисами, И непонятно чем. И слово стало плотью и обитало с нами. Обитает ли оно с нами, братья и сёстры, Или это опять очередной лозунг, Или опять, потому что вот мы носим вот это слово, Ритуалов всевозможных, То есть всё красиво, Всё покрыто золотом, Махаем кодилом, Не становится оно в нашей жизни. И если все мы по определению Слыши посланники Божьи, Одни к другим, То человечество, может, и не имеет необходимости Вот в таких вот священных писаниях, Может, оно имеет необходимость В слове Божьем, Которое становится в нас плотью, И объясняет нам всё. Вот эти вот священные писания, На которых основаны исторически реальные Религиозные культы В истории человечества, Вот они подобны, ну вот я, Записной книжки с адресами, Телефонами в кармане человека, Которые человек обращается только тогда, Когда ему следует вспомнить то, Что он забыл. И если его память легкодоступна, То он вполне может обойтись и без записной книжки, Не превращая её в предмет своей особой заботы. Но для многих потерять записную книжку, То, значит, потерять себя в этом мире, Поскольку в своей потере оборвутся многие связи с другими людьми, И многие связи оборвутся необратимо. Также и в культуре всякого национального общества, И многонационального человечества. Вот живая религия, Двустороннее, Осмысленное общение живых людей и Бога живого через Христа, Который является единственным посредником. То есть не вот эта вот жреческая прозлойка Николаитов, То есть которые победили народ, Без которых вот они благодать открывают, Благодать скрывают, Понимаете, понапридумывали себе. Но священное писание в этом общении людей и Бога далеко не главное, Понимаете, поебах. Прежде всего, Но напоминать необходимо не певать в живой людей, Для тех, кто не вошел в нее по каким-то их личностным причинам. И если в отписании, возведенные в рамках священных, Они непонятны людям, То их комментарии, они еще более непонятны, понимаете. И придерживаясь в качестве их, Как ни у самих единственной основы вероучения, Заглушая голосовичем угодно, записанным в них, Невозможно найти живой путь, Который является Христос. Понимаете, братья и сестры? То есть единственным царем у нас там является Христос. И если он становится нашим царем, То тогда царство внутри нас становится за реальностью. Вы знаете, братья и сестры, Я недавно просмотрел ролик двух лет недавно. И вот мы с Хеленсом Шулганским говорим за истинного царя мира, За Иисуса Христа. Вы знаете, он не то, чтобы не потерял актуальности. Вот он каких Христос. И вчера, и сегодня, и завтра один и тот же. Поэтому, в принципе, то, о чем говорится в нем, Сейчас, братья и сестры, я предлагаю ваше внимание. Послушайте. Возможно, может быть, Господь коснется у вашего сердца сегодня. Любовь и благословение, благословение, Хвала и поклонение, имя воды, который святой, Воспеваем державу, ту непобедимую царство, Ту великое благоволение, Ту вечное, Любовь, Ту нескончаемую совокупное совершенство, И честь, и силу, и крепость, и премудрость, и святость, И милость, и щедрость, и Твои наследники, Твоего Царя нашего Иисуса Христа, Сияние славы Твоей, ипостаси Твоей, Ходатая нашего, Смертью смерть побравшего, Грехи мира забравшего на себя, Избавивши нас от проклятия закона, Господа нашего Иисуса Христа, Священника по чину мелкосадека, Слава Духу Святому. Что я, братья и сестры, О Господе больше о нашем затруднике, Потому что мы, сейчас владыка, Эту беседу хотим помянуть Господа нашего. Так как Пасха прошла, Поэтому попросим Бога для трудной этой понимания, Рассуждения о Боге, о Боге, В разумении и наставления Духом Святым, По Его обетованию. Вот исповедание Иисуса Христа. Иисус Христос стал как пророк, Иисус Христос стал как наглядная агитация, Иисус Христос стал как символ, Иисус Христос стал как просто сотрясение воздуха, Как Пасха, Иисус Христос. Ну раздробили, раздробили, раздробили его во всяких отношениях, Во всяких словоблудьях. То есть мы нарушили заповедник, Мы говорим о Боге в суе фактически. Да, мы говорим против Бога. Говоря так о Боге, Обо Христе, о Сыне Божьем, Мы говорим в суе, мы нарушаем. И церковь так же нарушает, Ну чинующие церкви, Это как бы и без разницы, Ну, проповедуют, И люди так же нарушают. Немного ли мы как бы умоляем Христа, В этих наших, Немного ли мы упрощаем Его величие, Его всемогущество. Вот насколько же все-таки даже наш проповедует церковь. Вот она так и делает, Она просто благими намерениями, На самом деле все это как всегда. Да, потому как действительно, Они раздробили Христа, Для того, чтобы показать Его Получше в каждом аспекте. Но и в то же время, Уже целостной картиной, Уже представить человеку тяжело, Что Христос, прежде всего, Это воплощенное Словом Божием, Пришедшее воплотить. Понимаете? Что Христос, прежде всего, Это не какой-то пророк, Который пришел с очередной Программой действия для человечества. А что это Сын Божий, Который воспринял на себя Плоть человеческую. То есть унизился для того, Чтобы стать человеком, Чтобы человек... А не счетуя своей благой. Да, а чтобы человек через Христа, А Божий нет. То есть прошел процесс познавания Бога, То есть постепенного роста в Господе. Вот. И когда мы не исповедуем Христа, Мы не исповедуем Иисуса Христа В нашей жизни, То мы получается, Нам просто, Мы тогда и Бога, получается, С трудом можем исповедовать. А пусть Бог уйдет только через Христа. Через Него. Нет другого имени под небом, Которым награждалась бы нам спастись. И во предательнии все небесное преклоняется. Все земное и все с ней в поле. Спасение от греха, Тут уже как бы, Это надо знать силу греха. И понимать грех, Что это беззаконие небесное. Что это не беззаконие уголовного кодекса. Это не беззаконие не убей. Это скорее всего первородный грех. Это больше всего. Атадама. Это наши уже профессии, Наши взаимоотношения. Наши жизнь. Да. Ну я еще хочу сказать, Тут же вот, Смотри, Братья и сестры. Все, что Бог сотворил, Он сотворил Иисусом Христом. Он начаток первой вместо из мертвых. Все им сотворено. Иисусом Христом. И для Него. И от Него. И Он начало церкви. Поэтому, Когда Бог сотворял, Он сотворял Словом. А Слово это было Христос. Поэтому Христос является Творцом. Сотворцом Богу. Именно это Слово. И это Слово вселилось в плоть. И обитало Слава. И обитало Слава. И полная истина была. И оправдало нас от грехов. Поэтому, Апостол и говорит, Все, что Бог сотворил, Он сотворил Иисусом Христом. И также, Все пророки говорят об этом. Поэтому, Если Христос является нашим Творцом, Но так же, Как Сын Человеческий является нашим Начатком, Первенцем из мертвых. И началом главы, Потому что церкви, Потому что в нем, В его духе, В его истины, В его слове, Мы являемся церквью. В этой цели. Наполняяся, Преображаяся по образу и подобию Божию. А не по образу Конституции, Не по образу Антихриста, Не по образу зверя, Не по образу профессии, Те, которые мы. Или не по образу тех желаний И движений за деньги, Как нам сейчас проповедуют чиновники. Или каких-то поместных святых. И как эта тварь, Можно сравнить с Творцом. Насколько мы, Потом сами, В своем рассудке, Становимся язычниками. Владыка, Насколько? Какая разница? От Творца, Иисуса Христа, Что Бог сотворил все им. Большая разница. И мы становимся, Поклоняемся человеку. Мы знаем, что, да, Говорим, что глиняный кувшин, Это намного лучше, Чем непосредственно человек, Который его сделал, да? То есть, Хотя этот кувшин разбился, И его нет. Его нет. А этот человек может сделать Еще один, И десять, И пятьдесят. То же самое, Творец все сотворил. Понимаете, Братья и сестры, Не просто там отдельно взятым Весь этот космос, Вся эта материальная вселенная Все сотворено Господом через Христа. Через Христа. И поэтому Он являет нам. Да, тут же мы природную жизнь не берем, Вы не будете там звезды, Это Бог сотворил, Это природная жизнь. А, да, А закономерная жизнь, Как вот, допустим, У нас генетическая, Закодированная, Созданная, Много витковая, Много информационная, Это уже Он сотворил Иисусом Христом. Да, Тут мы берем, Конечно, Вселенскую, Биологическую жизнь. И не только биологическую, Искусственно сотворенную, Как бы, Высшая форму Этой жизни. Потому что есть тела небесные, Есть тела земные. И разница, да. Да, Есть разница большая. У Бога обителей много. И Господь говорит, Если надо, Еще одну сотворим. И поэтому здесь мы говорим О небесном сотворении, Высшем пике. И вот этот высший пик, Все Бог сотворил Иисусом Христом. Более того, Написано в Писании, Что Бога не видел никто никогда. Сын Он явил. То есть, Он являет нам, Как бы, Бога в своем Воплощении. И Он рассказал, Что Бог является Словом. До этого Бог не исповедовал. Сам себя. И Бог не исповедовал, Что Он является Духом. И Бог не исповедовал, Что Он является Любовью. То есть, Это все, Это все приносит Христос. И благодаря Христу, Даже наши ученые, Наши знания, Наши формы, Наши исповедания, Наше сложение ума, Наше сложение рассудка, Это все благодаря новому, Христу. Это сейчас мы можем там придумать, Как Иисус их народился, У него не было кожушки, Взяли его в куточек, Согреть украинские дети. Ну, Это, Как бы, Грех нации. Понимаете? Грех нашего сознания. Это тут, Он не подлежит критике. Он не подлежит, Ну, Это страшная пропасть. От здравомыслия, От Бога, Да, Да, Обыкновенной жизни, Ну, Человеческой. От колбасы, От коньяка, Или от самогона, От женщин, От блуда. Да, Это не синтезируется, Братья и сестры, Потому, Что у нас такое, Россия святая, Русь святая, То есть, Коровы святые, Мы все святые, Дома святые, Владимир крестил Русь, Но он не крестил Русь, Русь не крестится, Крестится человек, Душа, Вам же это объяснять, Как надо, Это любому. А у нас святая Русь, То есть, Мы сами понимаем, Насколько мы еще язычники, И поэтому, Мы можем и во всяких иконках, И во всяких чудесах, И во всяких мощах, Видеть какую-то частичку Христа, Частичку, А на Христа не смотреть, А если мы не будем смотреть на Христа, Мы не будем смотреть на Бога, На Творца, Как же мы увидим Творца, Как же мы познаем Сверхоткретное, Сверхабстрактное, Там, Где изживается реальность, Как же мы познаем Взаимоотношения Закона Во Вселенной, Как на закон действует Благодать Божия, Как она дает Ангелам и Архангелам Взаимоотношения, Как к именю Христа Хотят прилипнуть И ангелы, Даже небесные, Будучи сынами Божьими, Да, По своему Началу, То есть Насколько мы умоляем Христа, Особенно сейчас В современной жизни Какой-то научный мир Выдвигаем Взаимочеловеческие Отношения Ну так обожите, А как же биологическая Форма жизни Держится на земле Мы же понимаем, Она держится духом И небо, И воздух, И вода, Все держится духом Отними Господь Дух от земли, Земля будет кем? Марсом или Луною Она будет Безжизненная, Безжизненная, Но Бог нам не уменяет, Что Он тут дух держит, Бог нам не уменяет, Что Он нас биологически держит, Что мы ходим благодаря Ему, Думаем, Рассуждаем, Он не уменяет, Он нам уменяет, Только что мы Его не славим, А в первую очередь, То, что мы Его не познаем, Потому что от одной крови Бог произвел весь рост человеческий, Расселив его по всему лицу земли, Назначив определенные времена И пределы их обитания, Дабы они искали Бога, Они найдут, Ибо они живут и движутся, А мы что делаем? У нас лень думать, Лень рассуждать, Лень держать в разуме, Лень держать в сердце, Давайте придумаем чины, Давайте придумаем взаимоотношения, Давайте придумаем государство, Хотя Господь к этому не говорит, Да, давайте придумаем царей, Он же говорит еврейскому народу, Зачем вам царь, Я, что вам царь, Зачем вы выбираете, Царь же вас будет мучить, Порабощать, Не дай нам царя, Да, дай нам царя, Как у всех народов, А наш царь, Иисус Христос, Которого мы доводим до иконочки, Или еще до какой-то, Или вообще не видим, Заменяем какими-нибудь тварями, Вместо творца, Святыми, То есть обыкновенными людьми, Которые подпитались, От капли его, А Христа забываем, То есть насколько мы, Отходим от Бога, Братья и сестры, Насколько мы умоляемся, Если мы забываем Христа, Насколько мы не исполняем волю Божию, Насколько мы не познаем Бога, А не познаем мы, Как же я, Если его не познаю, Как же я его прославлю, А как же я его могу, Прославить, Если я не прочитаю слово, И не пойму, Как его прославлять, Как его любить, Какие взаимоотношения были, Потому что любовь, Это совокупность совершенства, А если я буду любить, То я должен в совершенстве, Соединиться с Богом, Если я не в совершенстве, То как Божий Дух на мне, Может быть, По его обетованию, Через покаяние, А я-то не могу, В рассудке, В разуме и в сердце, Приблизиться к нему, Так что, Давайте закроем глаза, Закроем уши, Закроем все, Но будем спасены, Но умышленность Господь Так же не спасает, Нет такой, Нет такого обетования, Это немощных людей, Кто не может, Он дает им спасение, Лишь бы они держались Христа, Если кто желает, Возьми крест свой, И следуй за мной, Кто желает, Кто желает, Кто познает, Мы надо еще желать этого, Братья и сестры, А у нас сейчас место Христа, Целая церковь, Целые поместные синовники, Которые навязывают, Рассказывают, Братья и сестры, Они живут за счет вас, Каждый человек на этой земле, Единица, И только объединившись вместе, Мы можем что-то построить, И что-то сделать, И у каждого вклад одинаковый, В этой жизни, Да, По духовному созреванию, И никакому там дону не дано, Чтобы ему ноги и руки целовали, Тем более во Христе, Потому что во Христе, Мы исповедуем Духом Святым, Мы не исповедуем по нашим силам, Мы не исповедуем по нашему разуму, Мы не исповедуем по нашим возможностям, По нашим желаниям, Мы исповедуем по милости Божию, Когда апостолы у Христа спросили, Кто может спастись, Что он сказал, Человекам это невозможно, Но все возможно Богу, Только Господь нас спасает, Никто там не спасается, Не слушайте никого, Господь спасает, И Он спасает по познанию Его, По Его исповеданию, Насколько вы держите в разуме, За кем вы идете, Кого вы исповедуете, Из-за кого вы голосуете, И идете, И взаимоотношения держите. Если вы будете исповедовать и чиновников, Значит с чиновниками останетесь, Будете исповедовать Христа, Со Христом и останетесь, Будете исповедовать Всякие человеческие взаимоотношения, отношения с человеческими взаимоотношениями останетесь поэтому братья и сестры прилипим наш ум во имя христа наше сердце во имя христа наш разум наши все силы богу и творцу нашему прославим познаем и полюбим его в истине роду твоему господи духу святому наставнику учителю лекарю вдохновителю нашему агнцу твоему семи духом посланных во всю землю источнику жизни и желаний наших слову твоему пути истине и жизни любви твоей совокупности совершенства славу воссылаем словословие благословение любое хвалу и поклонение на земле как на небе и во все роды и во веки веков аминь признание христа царем нашей жизни братья и сестры это не просто какие-то тезисы лозунги и очередное там на мелодская транспарант которому будем шествовать хотя и кстати это тоже вариант потому что способов реализации множество но смотрите суть свою человек изменить не может это только господь не может закончиласьиной законы по которым меняется его суть чек тоже изменить не может на коме изменения его внутренних свойств зависимости от внешних воздействий тоже человек как бы изменить не может а вот окружающая среда который он полностью зависит что может изменить братья и сестры то есть мне необходимо осмужение которое развивается постоянно влияет на мое развитие а игр oss沒有ciera окружения, побуждая его к росту, что в свою очередь вновь поднимает меня. Человек и среда вокруг меня, понимаете, братья, сейчас растут параллельно, вот тем более, что в первом псалме пророк Давид говорит «Блажен муж, и жени иди на совет нечестивый и на пути грешных не ставь, и в собрании разводителей не сиди». То есть ваш муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании разводителей. То есть, видите, здесь прямое предотвижение обыскало о негативном влиянии негативной следы на человека, простите за собой. Не более того, если человек может в настоящем влиять на окружающую его следу, то этим он определяет свое будущее заставить. То есть мы можем влиять на первые три фактора выборов нашего окружения, каковыми являются, допустим, книги, друзья, учителя, и в этом его человека свобода. Но, прежде всего, нам нужно признать Христа самого. Ну, как, братья и сестры, слова и слова привычного зависит от нашего сознания. Потому что в этом сознании зачастую есть вот эти вот стереотипы, которые мешают нам состояться. То есть они же могут нам помочь. То есть мы все как вы используете это самое сознание. У каждого поколения, друзья мои, существует своя методика. Поэтому примитивно, во-первых, и нецелесообразно, во-вторых, думать, что путь, по которому шли вот святые прошлого, вот он единственно правильный для нашего времени. Напротив, консерватизм традиций, вот он грозит превращение в мертвые ритуалы, вот в пустую или в неживую, все вот эту духовную вот систему, вавилот. Понимаете, братья и сестры? И способов множества. Просто главное не пытайтесь это делать. Делайте это. Позвольте, братья и сестры, Христу просто пробудить ваше сознание. Потому что все эти сказки, если они не служат от вашей реализации, то вы, в принципе, свободны и со крови. Вот. Понимаете, вознаграждение, там, не знаю, наказание, они вести бою у человека не за плохие мысли или дела, а в которых у него иногда бывает нет выбора, понимаете? А за то, что он не выбрал как раз окружение, понимаете? Чем, собственно, возможность выбора есть. То есть успех, братья и сестры, достигается не за короткий мысли, возникающий произвольно, а за старание выбрать как раз лучшее окружение, понимаете? Привоящих этим самостоятельно. То есть избегающий как раз, как раз лучшую, вот, виду, так сказать, окружение, достигает наград своего следующего, можно сказать, лучшего, более оправдинутого братья и сестры состоять. Как власть и будущий совет? Делать себе учителя и купить себе талантливый. То есть задать себе окружение, потому что выбор его, я имею в виду правильный, понимаете? Правильный выбор, несет успех. Человек отдан в руки окружение, как вот глина в руки воянчина, понимаете? Вот слышали, такое, свита делает стороля. И поскольку мы специально во власти этого мира, то есть Вавилона, вот средство для выхода из-под его власти в том, чтобы создать вокруг себя, вопреки нашей естественной, эгоистической среде, искусственную среду, то есть общину, понимаете, снимающуюся сообща, выйти из-под власти этого нашего окружения, под власть окружения, руководимого законами Господа. То есть диктатура Господа, понимаете, уводит из-под управления природой. Понимаете? Диктатура Господа, братья. Господу нашему, Иисусу Христу, Царю Салима, Царю Иудейскому, Царю Славы, Царю нашему, первосвященнику по чину Милхисадека, смертью смерть поправшему грехи мира забравшему на себя, избавившего нас от проклятия закона, ходатая нашему, сиянию славы Господней Его и поставьте наследнику Господу нашему, Иисусу Христу славу воцелаем. Славословие, благословение, любовь, благодарение, хвалу и поклонение, и против Господа Вседержителя, чтоб воцарилось имя Христа, и пришло Царствие Господнее, держава воцарилась непобедимая. Любовь Христова соединила нас, и благоволением своим водил нас. И среди нас была Его честь, и сила, и крепость, и премудрость, святость, милость и щедроты на земле, как на небе, во все роды и во веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok